В администрации района состоялась 33-я сессия Совета народных депутатов, на которой присутствовали глава района Заур Хамирзов, начальники управления, заведующие отделами администрации района, главы сельских поселений, председатель Совета ветеранов Ахмед Ход, помощник прокурора Светлана Черненко, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабской Анзаур Гишев. Открыл сессию председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев с обращением к жителям Кашхабского района, руководителем организации, учреждений и предприятий. 70-летний юбилейца Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне стал уже достоянием истории, позади торжественного травмного мероприятия, воздания почести павших героев и оставшихся в живых ветеранах войны. Уровень проведения мероприятий, посвященный величайшим истории дате 9 мая 1905 года, не должен снижаться и для меньшего. Мы обязаны сохранить задолжение и дух единения, патриотизм, гордость, подвигаем наших рядовых праздников. В этом году наша страна будет отмечать 71-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне большой вклад, который несли жители Кашхабского района, может быть самая главная страница истории нашего района. Перед ними мы всем не вкладываем долгу, и возродить этот долг можно только реальными делами. Мы, депутаты Совета народных депутатов Кашхабского района, в целях накопления денег, средств, доказания адресно-материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, и труженикам тыла, и проведения различных оджественных мероприятий, мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, обращаемся к вам с просьбой развернуть работу по мобилизации денежных средств и перечислилению насчет Кашхабского района и Совета ветеранов. Сделайте свой вклад в важное и нужное дело в памяти своих отцах, и дарх и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Пусть это благотворительные аркстами другого патриотизма для подрастающего поколения. Затем с отчетом об использовании поступивших в бюджет Совета ветеранов финансовых средств за 2015 год выступил председатель Совета Ахмед Худ. Самым главным вопросом повестки дня стал отчет начальника межмуниципального отдела МВД России и Кашхабской о деятельности межмуниципального отдела за 2015 год. В предыдущем году общественная безопасность находилась в центре внимания руководства отдела, что внесло учительный вклад в реальное оздоровление оперативной обстановки на территории Кашхабского района. За отчетный период только в директорную часть отдела зарегистрировано 1874 заявления и сообщения о происшествии административных правонарушениях и о происшествиях, по результатам которых было возбуждено 178 уголовных дел. В аналогичном периоде прошлого года было 150. Вынесено 474 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В аналогичном периоде прошлого это 502. Направлены по подследствию эти 226 материалов. Исходя из политических и экономических процессов, происходящих в стране и в республике, в 2015 году прогнозировалось освобождение криминогенной обстановки. Как результат, на территории Кашхабского района отмечается рост зарегистрированных преступлений. Со 191 в 2014 году до 207 в 2015 году, возбужденными всеми правоохранительными органами района. В связи с этим, нами был реализован ряд предупредительных и профилактических мероприятий. На фоне роста регистрированной преступности по итогам 2015 года раскрыто было 170 преступлений. В аналогичном периоде прошлого года, 172, число нераскрытых преступлений увеличилось с 21 до 33. В то же время, недостаточно оказались предпринимаемые меры по стабилизации криминогенной обстановки, обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. В результате чего, на территории обслуживания допущен рост ряда зарегистрированных преступлений, таких как мошенничество, кражи, в том число увеличилось количество квартирных краж с 17 до 18 в 2015 году. В истёкшем году имеются тенденции к снижению количества совершенных грабежей. В 2015 году было 2, в 2014 году 4. Незаконных завладений транспортных средствами. В 2015 году было 1, в 2014 году 4. Также недопущено совершение таких особо тяжких противоправных действий, как разбой, захват заложников, бандитизм и терроризм. Проведенный по итогам 2015 года анализ показал, что рост преступности на территории обслуживания имеет ярко выраженную корыстную направленность, то есть в большей части возросло количество преступлений, совершаемых с целью наживы. По-прежнему на особом контроле стоит работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. По итогам 2014 года количество преступлений, совершенных в общественных местах, составило 11, в том числе на улицах 2. По итогам 2015 года данный показатель составил 6, на улицах 3. Рост на одно преступление. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, соответствует уровню 2014 года, в составе 10 преступлений. Одной из основных причин высокого уровня инцидивной преступности является социальный фактор, невозможность официального трудоустройства, низкая оплата временной работы или подработок, недостаточно эффективный уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. С учетом актуальности данной проблемы и ее социальной значимости, необходимо совместно с администрацией, с другими заинтересованными органами и учреждениями района, выработать комплекс мероприятий, направленных на оздоровление, химиногенные ситуации. На сессии были рассмотрены и другие вопросы. О даче согласия администрации муниципального образования Кашхабский район на передачу имущества и собственности муниципального образования в муниципальную собственность Гличепсинское сельское поселение. Также о даче согласия администрации муниципального образования Кашхабский район на передачу имущества и собственности муниципального образования Кашхабский район в муниципальную собственность и Герухайское сельское поселение. О внесении изменений в генеральный план муниципального образования Волнинское сельское поселение, утвержденное решением Совета народных депутатов Волнинское сельское поселение 26 декабря 2012 года, номер 22. В завершении прекрасную половину человечества с наступающим праздником Международным женским днем поздравили глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев.